Почему у нас на Руси везде, в каждой волости, обязательно есть Дурыкина, Дурылина, у нас, кстати, фамилия есть, Дуров, любит Русь дураков. Причем это ими не ругательное. Дурашка, со всей дурью обозначают эти слова, как правило, силу, в которую человек верит и не боится тех препятствий, которые ему дарит окружение. То есть дурак – это тот, кто может перепрыгнуть через определенный барьер и войти в сказку, пойти на тот свет, пообщаться с Кащеем Бессмертным и в итоге стать Иван Царевичем. Почему же дураку-то везет? Потому что дурак на самом деле ведает со всей дурью, то есть со всей силой. И дур – это древний, очень древний индоевропейский корень, обозначающий бурную силу, преодоление. Вот ты, Ивашка. Дурак, он с самого начала нацелен на то, что бескорыстно идет к выполнению какого-то действия, которое всем нужно, которое всем необходимо. Он не думает о своем кармане, он счастлив тем, что он имеет. Иван дурак, он преодолевает все препятствия, он их не боится. У него нет в сознании каких-то таких вот догм, что это нельзя делать. Нельзя летать, нельзя ходить по облакам, нельзя верить в сны. Садись, не бойся. Садись, не бойся. Зачем земли пожаловал? С ясным месяцем познакомиться, на зарю зареницу полюбоваться. Я Иван. Человек все может. Человек может окунуться в три воды и стать бессмертным. Человек может на коньке-горбунке скакнуть до звезды и достать ее. Главное понимать, что это все очень рядом. Потому что вот то, что вот эти три ключа, это ключа трех царств. Вот они у меня хранятся. Вот это мир солнечный, золотой царства. Можем его открыть, отпереть в себе. Это серебряное царство. Это наши предки, пращуры, ваирии, которые... А это вот явный мир. Но явный-то мир, он... Кажется нам, что вот все оно вот такое обыкновенное. Вот этот стол обыкновенный. А на самом деле он волшебный. Потому что когда-то он был деревом. Это дерево слушало звезды. И он сейчас нам тоже, этот стол, очень много может что рассказать. Дурак — это тот, который не ограничивает себя каким-то замкнутым пространством, а который видит Вселенную такой, какая она есть. Простой, непримитивный, простой. А в простоте есть сила, есть истина и суть, которая в каждой, в каждой капельке росы, которая в каждом слове нашей традиции, певческой традиции, традиции сказительной. Что улыбаешься? Чему смеешься? Рад, небось, что домой вернулся. Сказка — это ключи как раз к целому. Потому что исцелить, значит соединить в единство три части. Строить. А человек расстроился, значит он расстроился. То есть у него нет целостности всех его царств, государств. А вот эта целостность как раз обретается в благих делах, которые как раз таки и совершает наш младшенький герой. И делает это не ради славы. Иван Дурак лишен тщеславия. Слава ему не нужна. У него слава идет, как наши деды говорили, слава через дело. И поэтому он идет по наитию, по своему сердцу и преодолевает просто огромные миры. Мы все с вами можем летать. Мы можем путешествовать под водой. Мы можем с вами общаться с птицами. Мы можем с вами общаться с деревьями. Все с нами разговаривают. И нужно научиться понимать этот язык. А для этого нужно надеть на себя, как скоморохи говорили, колпак дурака. То есть не умничать, потому что поклониться надо и огню живому, и воде святой. А все сказки учат нас мудрости, ведическому миропониманию. Это не идеология, не политика, не религия. Это то, что соединяет. Как мы видим этот мир в одном цвете, белом свете. Как мы живем по этому белому свету, то есть по совести. И это самый мощный оберег. Жизнь по совести, жизнь по правде. И вот как раз таки правду-то всегда скоморохи могли боярам, да царям говорить в лицо. Не боялись они. Люди добрые, подписывайтесь на мой канал на YouTube. Обязательно нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о будущих видеопрограммах, о будущих видеопередачах. Ставьте обязательно вот так вот пальцы, что вам нравится, если вам действительно понравилось видео. И обязательно пишите комментарии. Пишите, пишите, не ленитесь. Потому что мы таким образом будем знать, на какие темы делать наши передачи. Всех благ вам!